Сейчас мы с вами будем характеризовать деятельность другого выдающегося педагога, а основоположника естественного и свободного воспитания Жана Жака Руссо. Жан Жак Руссо выдающийся представитель швейцарской и французской культуры, поскольку он действовал в двух странах, в Швейцарии и во Франции. Дата его жизни, он родился 28 июня 1712 года, и его жизненный путь завершился 2 июля 1778 года. То есть, несложно заметить, что вся его жизнь пришлась на XVIII век. То есть, по сути дела, XVIII век сменил 17-й, и мы с вами рассуждали о деятельности Яна Амоса Каменского, эта деятельность имела место быть в XVII веке, а вот что происходило в веке XVIII в педагогической науке. Ну, как я говорил и прежде, очень важен биографический фактор, и вот особенности биографии Жана Жака Руссо состояло в том, что у него персонально отсутствовало систематическое образование. То есть, он был, так скажем, как будто бы, я это подчеркиваю, как будто бы, необразованный человек. То есть, он не имел систематического образования, но он всю жизнь занимался самообразованием и достиг в этом довольно-таки больших высот. У него было проблемное детство и юность. То есть, вот здесь такая писка сказка, ничто и не предвещало. Вот, потому что, ну, действительно, так получилось, что он вырос в семье ремесленника, часовщика, и его отрочество и юность были довольно сложными. Он был подмастерьем у гравера, был лакеем, был нищим, был на содержании у богатых женщин, вот, будучи молодым человеком, вот. Ну, в общем, его биография довольно проблематична, вот. Тем не менее, вот, невзирая на, вот, сложности детства и юности, он осуществил, ну, такой, реализовал такой, очень мощный такой карьерный рост. Причем он состоялся в совершенно разных сферах, не имея систематического образования, только за счет самообразования. Вот, он стал всемирно известным философом, писателем, драматургом, композитором, ботаником, музыковедом и моровистом. Это к вопросу о том, что, в общем-то, человек за счет самообразования может очень многого достигнуть, да, и даже при, скажем так, неудачном жизненном старте. В России есть такая пословица, как заповяжешь ты лошадь, так и поедешь, вот. Но, вот, все-таки не всегда это пословица провал, потому что, вот, старт у, житейский, да, чисто житейский, у Жанна Жак-Руссо был явно неудачный, да, но он, тем не менее, как личность, да, как ученый состоялся, в том числе и в области педагогики. Вот. Характерная такая особенность, конечно, вот, биографическая для Руссо, это было следующее. Он был христианином, но, тем не менее, в его, вот, христианском мировоззрении были такие вот элементы духовной беспринципности. На него, конечно, очень серьезно влиял материализм, который, вот, в 18 веке поднимал голову. Вот. Но, вот, тем не менее, вот, все-таки Руссо сохранил свою христианскую веру, это, пожалуй, был единственный из так называемых ученых-энциклопедистов, который был верующим. Вот. Но его вера была проблемной. Вот это как раз очень интересно, потому что мы с вами живем в такое время, да, вот, уже в 21 веке, да, в 21 веке, и мы наблюдаем, что у очень многих людей вера проблемная, проблемная. И вот Руссо как раз вот был, вот, человеком из этой серии, но, тем не менее, тем не менее, он нес выдающийся, вот, вклад в развитие педагогической науки. Вот. Он написал массу педагогических трудов, но всемирно известным и переведенным нам многие языки мира, было, остается его труд иметь или о воспитании. Но он также написал и другие работы педагогического характера, например, «Рассуждение о науках и искусствах», «Новая Элоиза», второе название этого произведения, «Юлия или новая Элоиза», «Исповедь», «Послание о театральных зрелищах», «Музыкальный словар» и многие-многие другие. Как и Яна Молос-Каменский, Руссо уделял огромное внимание воспитанникам. Вот это интересно, вот это вот интересно, что вот все-таки очень многие педагоги, они делают упор на воспитание, хотя обучение и воспитание, мы уже об этом говорили, они взаимосвязаны. Вот. Но все-таки важно не только вот, кого мы воспитываем, да? Ну, человека какой профессии, например, в будущем, да? Но очень важно, какого человека мы воспитываем, да? Помните, я вам говорил на предшествующих лекциях, что вот это очень интересовало, например, педагогов в Древнем Китае? Да это и сейчас очень многих интересует, да? Вот, каким будет человек? Да это интересует не только учителей, например, в школах, но и родителей, да? Вот, ну, большая часть людей является родителем, да? И вот для нас, конечно, важно, кем станет там наша дочь или наш сын. Но, так, если положить руку на то место, когда добилось сердце, да? То все-таки для нас важнее, получается, каким будет вот этот человек, да? Наш сын или наша дочь, да? Или наши ученики, какими они будут? Вот. Потому что они могут быть очень хорошими профессионалами и совершенно отвратительными людьми. Такое бывает, да? Такое бывает. И идеальный вариант, да, когда профессионализм и прекрасные, вот, душевные качества, они гармонируют. Вот. И вот Руссок тоже, вот он, причем он один из первых, об этом, ну, задумывался, так скажем, с научной точки зрения, с научной точки зрения. Вот. То есть очень глубоко и основательно. И он считал, что воспитание личности человека, оно должно быть природосообразно. Так как человек, по его мнению, это часть природы. И на человека распространяются все законы природы. Вот. И он видел три источника воспитания. Первый источник воспитания – это природа. природа. Это очень интересное такое наблюдение, потому что природа воспитывает вообще человека или нет? Да. Природа воспитывает человека. Например, вот сельские люди, да, вот те, которые выросли в деревне, например, да, вот, они выросли на природе, да, и они более созерцательные, да, более рассудительные. Они, нежели люди городские. Это не значит, что они лучше, они хуже. Не об этом разговор, да, а речь идет о том, что они более наблюдательные, да, они более спокойные, вот, нежели люди городские, да, потому что городские люди, они иные. Вот природа, она оказывает, вот, воздействие на человека, да, вот. Почему, например, столь прекрасная поэзия Сергея Есенина в России? Ну, потому что он вырос на природе, да, в селе, вот, и поэтому у него замечательные стихи вообще о жизни, да, вот. Вот это интересно, само по себе природа, несомненно, воспитывает человека, воспитывает человека, вот. Второй источник воспитания, на который обращал внимание Жан-Жак Руссо, это люди. Ну, люди нас воспитывают. Ну, да, причем это речь идет, там, о родителях, да, речь идет о школьных учителях. Вот, но если посмотреть и шире, а Руссо смотрел всегда глобально на вещи, да, то ведь наша жизнь это что? Это общение с самыми разными людьми, с хорошими, плохими, вот. И вот каждое общение, да, с абсолютно любым человеком, длительное общение, иногда очень краткое общение, оно нас воспитывает. То есть люди, которые нам встречаются по жизни, они нам даны не просто так, это не случайность, да, не случайность. И вот Руссо как раз на это обращал внимание. То есть люди, они воспитывают друг друга, вот. Я вам приведу такой пример, ну, вот из моей жизни, вот, такой очень типичный пример, когда вот я получал уроки от людей, вот. У меня был, я уже был довольно взрослым человеком, то есть мне было уже где-то, так скажем, глубоко за 30, вот. И я общался в Москве с одним очень таким духовным служителем, пастором. И получилось так, что я частенько бывал у него дома, мы вели всякого рода духовные беседы, ну, беседы на житейские темы. У нас были общие вопросы, связанные с миссионерской деятельностью. И вот однажды я, пребывая у вот этого служителя дома, очень стал спешить вернуться к себе домой, вот. И я ему сказал, что, вот, вы знаете, давайте мы эту вот беседу нашу продолжим вот послезавтра. Сейчас я вот просто опаздываю на электричку, мне нужно ехать на электричку вот в Подмосковье. Я тогда, вот, жил рядом с Москвой, ну, вот, в ближайшем пригороде спешил на электричку, вот. То есть, если бы я опоздал на электричку, на которую я хотел попасть, то я бы уехал через полчаса, вот. И вот этот очень такой духовный человек, который оказал на меня огромнейшее влияние, он мне сказал, Володя, пожалуйста, останься, мне нужно тебе сказать очень-очень важно, сказал, нет-нет-нет, я убегаю. И я убежал, ну, как же, у меня ошибка деловой. Вот я убежал, вот. И буквально через два дня мне звонит на работу, вот, дочь этого служителя говорит, а вот папа умер. Вот. И я просто понял для себя, что я, что человек очень хотел со мной, о чем-то говорить, ему нужно было что-то очень важное сказать мне. Ну, я, я спешил, ну, как же. Я Владимир Солодовников, великий ужасный. Вот. У меня очень много дел, я очень занят. Вот. И вот это был урок для меня, величайший урок, в том, что если мы говорим, да, если человек хочет с тобой поговорить, да, ну, поговори ты с ним. Потому что, может быть, этот разговор будет очень важен именно для тебя. Вот что он мне хотел сказать, я не знаю. Я об этом, может быть, узнаю, когда перейду к границе вот жизни нынешней и жизни будущей. Вот. Но вот я извел урок из этого. То есть люди друг друга воспитывают. Воспитывают. Вот. И Руссо на это обращал внимание. Вот. Руссо также считал, что воспитывает вещи. Ну, можно этому возразить, да. Ну, как вещь может воспитывать? Как может воспитать, там, кусок бумаги или, там, пианино или, там, осветительный прибор, да? Дело в том, что могут они воспитать. Смотрите, очень интересно. Ведь воспитание личности, да, во многом зависит от наличия тех или иных вещей дома. Вот одна ситуация, когда мальчик или девочка родились в доме, да, где кругом стоят книжные шкафы, да, где полы чисто вымыты, да, где на окнах стоят горшки с герами, да, вот, где стоит фортепиано, да, и где мама играет симфоническую музыку свободную от работы на кухне время, да, вот. А другое дело, когда мальчик или девочка родились вот в доме, да, где не прибрано, где, значит, валяются пустые бутылки из-под алкогольных напитков на полу, да, где папа не вяжет лыка своим языком, да, и постоянно ругается с мамой, да, где выбиты стекла, да, где папа вытирает руки после еды о шторы, ну и так далее и тому подобное, да, то есть вещи, они, конечно, влияют, они воспитывают человека, это понятно. Это то, что называется обстоятельствами, средой. Воспитывает ли нас среда? Да. Да, в Библии сказано, да, что худое сообщество развращает добрые нравы, да, блажен муж, который не идет на советничество тивов, да, и на путь грешных не становится. Это да. И Руссо, будучи христианином, он, естественно, обращал на это внимание. То есть, несомненно, обстоятельства, среда, они воспитывают человека. Другое дело, что ошибкой Руссо было то, что он вот из источников воспитания напрочь исключил Бога. Вот это как раз очень печально, да, то есть Бог, он был верующим человеком, но Бог в его сознании оказался где-то на периферии. Это вообще очень интересно и характерно для 18 века, да и для наших современников сейчас это характерно. Да, что вот Бог, да, даже если человек верит в Бога, то он думает так, ну вот Бог где-то там, вот сидит там на облаке, значит, дедушка, вот, он в какое-то время послал, вот, значит, на землю молодого человека, вот, который, значит, проповедовал, а потом, значит, был распят. Вот, ну и так же Бог, вот, изображается в виде птички, значит, святого духа, значит, который там веет там, где хочет, да, то есть вот такое. А вот, то есть есть реальная жизнь, а есть где-то Бог где-то там, вот, на периферии. Вот, это вот такой подход, к сожалению, был и Руссо, вот. Вот, и вот, к сожалению, хотя он очень верно выявил источники воспитания, но он упустил самое главное – Бога, да, потому что Бог, да, есть самый главный источник воспитания. Вот. Руссо трактовал воспитание как накопление персонального житейского опыта, да, вот. Вот, то есть, ну, опыт, конечно, важен, никто с этим и не спорит, да, вот, но дело в том, что персональный житейский опыт, да, он помогает, он может помогать каждому человеку, да, мы говорим, опытный человек, у меня есть такой опыт, но опыт может и мешать, да, когда ты шибкоопытный, у тебя что, замыленные глаза, ты не можешь, вот, скажем так, со свежестью посмотреть на окружающий мир, да, потому что тебе мешает, что? Твой опыт у тебя было в жизни и это, и то, и вот еще это, вот. И ты смотришь через призму вот этого своего опыта, вот. Не всегда опыт помогает, вот, но вот Суссо считал, что да, это очень важно – накапливать этот персональный житейский опыт. Опыт индивидуальный, он противопоставляет опыту общественному, вот. И индивидуальное воспитание противопоставляет воспитанию общественному. У него вот этот момент тоже есть. Ну почему? Ну потому что он сам никогда не учился в школе, вот. Он вообще не учился ни в одном учебном заведении, да, и поэтому он как-то вот этот институт общественного, это общественный институт школы, да, он его попросту игнорировал, вот. То есть у него была явная недооценка в процессе воспитания роли школы и учителя. Ну почему? Потому что он никогда не знал в такой школе и вообще кто такой учитель, вот. И он считал, что вообще воспитание, да, оно должно основываться на свободе личности, да, исключать ограничения, вот. Вот. И оно должно появляться из-под вы. Вот. Последствия воспитания должны быть естественными, а не искусственными. Вот это очень интересно, очень интересно. Вот эта идея о свободном воспитании, потом эту идею будет продвигать уже в России в конце 19-го, в начале 20-го века Лев Николаевич Толстой. Вот. И вот очень это интересно, вот, свобода личности, исключать ограничения, но, тем не менее, управлять воспитанием из-под вы, да, подводить воспитанника к самостоятельным верным решениям. Это очень интересно. Я в этом контексте вспоминаю свою маму. Вот. Мама была очень уважаемым для меня человеком. То есть я вот, был такой мальчик, себя очень послушный, я вот никогда не был там хулиганом, что-то вот в этом роде. Я очень уважал своих родителей, меня это было с детства, я их очень любил и уважал. Вот. Но самым авторитетным человеком для меня было мама. Вот. И вот, я вот, будучи подростком, ну, понятно, у меня были всякого рода подростковые проблемы, как у каждого, да, там, в 13-14-15 лет, и я вот подходил к маме и говорю, мама, а вот у меня какая-то проблема, вот, подскажи мне, как поступить. Вот. Вот. Она садилась со мной на кухню и говорила так, старик, значит, ну, я поняла, я тебя услышал, я поняла, вот. Значит, есть три варианта решения твоей проблемы. Вот вариант первый. Она, значит, рассказывала первый вариант решения проблемы. Вариант второй. Ну, как бы, вот. И вариант третий. Вот. Я бы, как бы, сама садилась бы на втором. Вот. Но я не знаю, как, как бы, это у тебя получится. Вот. Но вот есть эти три варианта. Я бы, мам, скажи, как сделать, я сделаю. Вот. Я послушный мальчик такой, очень исполнительный был. Вот. А да ведь не, 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 старичок, не пойдет. Вот. Ты должен принять решение сам. Вот. То есть она меня учила принимать самостоятельные решения. Вот. Она говорит, если ты, вот, будешь следовать какому-то из одному тех вариантов, которые я тебе, вот, сказал, делаю так, да, то, а вдруг у тебя не получится. Скажешь, мама, значит, ты виновата. Я, я говорю, не хочу быть виноватой. Вот. Это не самоустранение от ребенка. А это нечто другое. Это мама пыталась воспитать во мне, да, умение действовать и мыслить самостоятельно и отвечать за свои поступки. Вот. И выбирать варианты, анализировать жизнь. Вот. То есть, к сожалению, у нас очень многие дети, да и взрослые, да, они вот ждут, когда кто-то им скажет, как надо. Нет. Это не тот метод, да. И вот Руссо как раз и говорил о том, что последствия воспитания должны быть естественными, не искусственными. И оно должно быть свободным. И человека нужно подводить воспитуемого, да, к принятию правильного решения. Есть здесь риск? Конечно, есть. Вот. Но с другой стороны, если мы не будем рисковать, то мы и не добьемся должного результата. Жан-Жак Руссон был автором возрастной периодизации воспитания. Вот он один из первых, да, попытался воспитание упорядочить, вот, не просто, вот, вот, как бы так, абстрактно-теоретически, да, а он более конкретно попытался это, вот, его рекламентировать, и он создал особую периодизацию, возрастную. Например, он считал, что ребенок переживает в своей жизни 4 периода. Первый период от 0 до 2 лет. Это период физического воспитания. То есть вот в этот период, по мнению Руссо, очень важно заниматься, вот, физическим воспитанием человека. Вот. Второй период от 2 лет до 12 лет. Это период эмоционального воспитания. То есть в это время очень важно, по мнению Руссо, было воспитывать чувства, вот, человека. Третий период от 12 лет до 15 лет. Это период умственного воспитания, да, когда воспитанника требуется воспитывать, прошу прощения за некоторую тавтологию, именно в интеллектуальном плане. И четвертый период, от 15 лет до 21 года примерно, это период нравственного или морального воспитания. В основе этой периодизации Руссо заложил условно-биологический фактор. И духовный фактор, он размазан, невнятен, общественный фактор здесь отсутствует напрочь. И периодизация Жанна Жака Руссо страдает жестким схематизмом. Он не видит взаимосвязи периодов воспитания и взаимопособности, потому что, например, период физического воспитания. Так физически человек должен воспитываться вообще в течение всей своей жизни, не только в детстве. Если мы говорим о ребенке, то физическое воспитание может быть и от 0 до 2 лет, и дальше, и от 2 лет до 12, до 12, до 15 и так далее. То есть это очень важно, физическое воспитание. Например, период эмоционального воспитания, воспитание добрых чувств, это тоже в течение всего процесса воспитания человека. Также и умственное воспитание, то же самое. И нравственное воспитание, то же самое. То есть нельзя их как-то схематизировать. Но мы с схематизмом, с Буши рядом и сейчас встречаемся. Например, схематизм очень характерен для американской науки. Американские ученые очень любят эти схемы, разные схемы. Но дело в том, что схема позволяет упорядочить восприятие жизни, но дело в том, что жизнь невозможна загнать в схемы. Вот, невозможна схема загнать. Поэтому, конечно, вот этот схематизм, он, скажем так, не всегда оправдан. То есть все эти этапы воспитания, физическое, эмоциональное, умственное, нравственное, они тесно взаимосвязаны. Ну, методика воспитания Руссо довольно позитивна. Она включает в себя физическую закалку воспитанников. Отсутствие навязчивого менторства. То есть Руссо считал, что ни в коем случае тот человек, который воспитывает, родители или учитель, хотя он обучение очень немнятных, говорил всегда, он не должен, например, навязывать свою точку зрения. Он не должен подавлять ученика. Он не должен кричать, потому что, вот, Руссо обращал внимание на то, что подростки, например, они крик родителя, да, или крик учителя, они воспринимают как его слабость. Вот, и поэтому, когда вот родители начинают кричать или учитель кричает, часто подростки смеются в глаза просто. Это не потому, что они наглые, а потому, что это естественная реакция. Вот, потому как, вот, ну, вот, ребёнок, да, он чувствует, как бы, слабость взрослого человека, его бессилие абсолютно. Вот. Руссо говорил, что очень важно развитие самостоятельного познания действительности воспитанниками при минимальном вмешательстве наставников. То есть, он считал, что, вот, воспитанник, да, или ученик, он должен быть первооткрывателем. То есть, вот, воспитатель или учитель, он должен только направлять, только направлять, вот, ученика, а не ему вдалбливать, вот, как бы, некие принципы, вот, воспитательного характера, если речь идёт о воспитании. Жоржа Курсо видел важность трудового и нравственного воспитания, а также полового воспитания, вот. И, по его мнению, нравственное воспитание, оно имеет три основные задачи. Первая – это воспитание добрых чувств, то есть, вот, очень важно научить ребёнка, вообще, человека, или более взрослого, да, добрым чувствам. То есть, вот, чувства должны быть добрыми, не негативными, а позитивными. Второй момент, вторая задача – воспитание добрых суждений. То есть, человек должен рассуждать по-доброму, а не по-злому, вот. То есть, вот это вот. И третья – это воспитание, третья задача – это воспитание доброй воли. То есть, по мнению Руссоа, очень важно, да, вот, воспитание добрых чувств, добрых суждений. Но это всё хорошо, да, когда у человека добрые чувства, добрые суждения, но он ещё, вот, должен быть способен к деланию добра. Вот. У меня есть в Латвии друг, который мне всегда, когда я там о чём-то очень много теоретизировал, мне всегда говорил, Володя, это идея или решение? Вот. Это правильно. Вот как раз, вот, Руссо на это как раз обращал внимание. Вот. Но, вот, к великому сожалению, к великому сожалению, он, вот, в драстном воспитании недооценивал значимость христианства. То есть, оно было где-то там у него на периферии. Мы об этом чуть ниже поговорим. Любопытно, Руссо трактовал воспитание женщин, да. То есть, вот, интересно, что при всём своём таком, в общем-то, ну, как бы мы выражаясь языком 21 века, где некой такой продвинутости, да, такой прогрессивности, он был довольно консервативен, вот, относительно воспитания женщин. Вот. То есть, у него позиция по воспитанию женщин была очень консервативной и сообразной стандартам средневековья. Но он жил в 18 веке. Средние века закончились в 40-е годы 16-го, да. Вот. То есть, ещё были вот такие рудименты средневекового сознания, конечно, у людей. И Руссо был не исключением. И, например, он считал, что девочка, да, то есть, будущая женщина, она должна воспитываться исключительно как будущая жена и мать. Правильно? Вроде бы правильно. Вроде бы правильно, да. Но любая другая сфера деятельности, это не для женщин, считалось, да. И она не должна иметь ни собственной воли, ни собственных убеждений. Вот. И вообще, Руссо категорически был противником умственного воспитания женщин. То есть, женщина должна жить умом своего мужа. Вот. Выполнять его волей, вот, ну, по сути дела, быть приложением половой тряпки. Вот такое. Это вот вопрос, а почему он так думал? Ну, да, конечно, было, несомненно, влияние такого еще средневекового сознания. Но здесь надо еще заметить то, что у него был такой очень негативный опыт житейский, поскольку он, вот, ну, скажем так, в годы такой и ранней юности, ну, это вот жизнь такая, какая она есть, да, он был, вот, жив на содержании богатых женщин, да, оказывал им просто сексуальные услуги. У него было такое очень негативное отношение вот к женщинам. Шен-Джек Руссо явно недооценивал значимость духовного воспитания. Считает, что заниматься им следует по достижении воспитанникам 17 лет и исключительно в контексте воспитания нравственного. То есть, ну, ясно, что он ограничивал христианство исключительно этическим, нравственным аспектом, хотя понятно, что христианство гораздо шире исключительно нравственного аспекта, вот. И есть такой очень интересный момент, что он считал, что духовное воспитание человека должно начаться с 17 лет. Это неправильно. Вот, мировая практика показывает, что с самого разного возраста, с самого раннего, прошу прощения, возраста, важно воспитывать человека в христианском духе. Например, я, когда посетил Южную Корею в 2009 году, то в одной из церквей я познакомился с опытом христианского воспитания от ноля, то есть буквально с первых месяцев жизни ребенка уже начинает воспитывать в христианском духе. Вот это довольно любопытно. Вот. Но важно, что, вот, к сожалению, Руссо не понимал этого и отводил вот такому духовному воспитанию только время, начиная с 17 лет. К сожалению, вот, практика, опять же, это показывает, что если мы начинаем воспитание поздно, да, духовное, да, то, в общем-то, мы можем и не достичь ожидаемых результатов. Оптимальный вариант, конечно, вот, заниматься таким духовным воспитанием, да, с самого раннего возраста. Вот. И Руссо, вот эта его беда, он отводит христианской вере чисто прикладную, такую утилитарную, периферийную роль в деле воспитания. Если говорить о теории обучения Жанна Жака Руссо, то, по его мнению, обучение должно быть связано с потребностями реальной жизни. То есть оно прагматично. Вот. Ну, с этим, конечно, вот, можно поспорить, а с другой стороны можно и согласиться, потому что ясно, что, например, обучая там той или иной профессии, важно, чтобы эта профессия была востребована, да, вот в данный момент. Но бывает и так, что та или иная профессия востребована сейчас, но большой вопрос, будет ли она востребована, да, там, через 20 или 30 лет. Вот. Обучение, по мнению Руссо, должно проводиться активно. И в центре внимания обучения должен находиться свободный человек, чья воля не должна подавляться. Вот это как раз очень важно, вот это вот его такой акцент на том, что человек свободен, человек свободен. И обучение, вот, по Руссо, оно предполагает большую степень самостоятельности обучаемого. Это тоже очень важно, потому что часто, вот, ну, вот реальный процесс обучения, он связан с таким давлением преподавателя, да, и обучаемый, например, обучаемый профессии, он часто абсолютно не самостоятельен, да, и можно усомниться в качестве, в результате педагогического процесса. Теперь мы подведем некую черту под деятельностью Руссо, определим значение его педагогической деятельности. Она, педагогическая деятельность Руссо, она состоит в том, что он определил развитие западноевропейской и американской педагогики нового и новейшего времени. Вот современная западноевропейская и американская педагогика, она во многом основана именно на мировоззрении Жанна Жака Руссо. И он в известной степени способствовал ее секулярности и наличию такого размытого духовного фактора. Но, к сожалению, в современных Соединенных Штатах Америки, в современной Западной Европе, мы эти процессы наблюдаем, в особенности в контексте существования Евросоюза. То есть мы наблюдаем, что при всех положительных моментах американской педагогики, практической, западноевропейской, к сожалению, существует эта секулярность, то есть вот эти элементы такого обмягчения и духовный фактор, он становится таким все более и более размытым и неопределенным, и он уходит на периферию. И мы часто ругаем наших современников, но мы должны понимать, что, в общем-то, вот эта тенденция, она в новое и новейшее время складывалась в более ранний период, и, к сожалению, одним из основоположников этой секулярности был как раз Жанна Жак Руссо. Хотя он, при всем при том, он внес очень большой вклад в развитие педагогической теории и практики.